Белорусские предприятия могут обеспечить граждан страны практически всем необходимым закрыть любые потребности. Так заявил недавно так называемый премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Санкции развитию, мол, не мешают. Рынке сбыта продукции за последний год удалось подыскать альтернативные европейским, так что без работы белорусские рабочие не останутся. Импортозамещение наше все. Благодаря войне в Украине некоторые предприятия и правда начали чувствовать себя лучше даже на фоне санкций, но далеко не все. Что происходит на заводах страны и на что жалуются рабочие? Горячий комментарий представителей инициативы Рабочий Рух. В основном это репрессии. Репрессии, которые неустанно продолжаются. Тех, кто хоть как-то засветился в 2020 году, постоянно вызывают на разговоры в службу безопасности предприятий. И уже от этого разговора следует, что с людьми будет дальше. Либо их предлагают уволить по обоюдному согласию, если люди отказываются, если человек, скажем так, в особой безопасности неблагонадежно, придумывают, как его посадить на сутки и уволить. В данный момент, скажем, это мое бывшее предприятие Нафтан. Там они не прекращаются ни на секунду. Возможно, потому что, скажем, после выборов, три с половиной тысячи работников за два дня подписалось против результатов выборов происходящего насилия и так далее. Собигорск, ну и Гродно-Азот. Мелкие предприятия, скажем, там более мелкие предприятия там идут чистки, но не так массово. Такие глобальные репрессии тот же Нафтан ни на неделю не покидает. Постоянно люди идут на работу и не знают, дойдут ли они до своих рабочих. Очень больной и тяжелый вопрос. Да, законы не действуют, профсоюзов нету. И, к сожалению, люди, наверное, еще не пришли к тому, чтобы защищать друг друга. Действительно, прямо со смены крадут людей или люди просто не выходят на работу и их садят на сутки. Коллеги, ну, в большинстве своем, думают только о себе, переживают, как бы не забрали. И да, такое происходит. Есть, конечно, там единичные случаи, когда люди пытаются заступиться, написать какие-то письма в поддержку, но им сразу же угрожают, что вы пойдете следом. На ваше место мы найдем кого. Хотя это абсурдно. Эта ситуация не совсем такая, как с медиками. Дело в том, что в Беларуси на протяжении многих лет создавалась такая скрытая безработица. То есть мы пытались, точнее власти пытались сделать статистику безработицы минимальной, создавалась куча фиктивных минусных мест, где раздувались штаты на предприятиях. И поэтому теперь людей сокращают, проводят оптимизацию за счет вот этих сокращенных людей другим поднимают зарплату на копейки, но делают видимость роста. Но людей не пытаются сдержать, то есть делают оптимальный состав. Проблема в другом, скажем, для того же режима. Что предполагает оптимизация, по правилам оптимизации? Увольняют на имение опытных работников, на имение квалифицированных, с низкими разрядами. В случае же нынешней обстановки увольняют политически неугодно. И как так по, не знаю, иронии СССР, получается, чаще всего квалифицированные работники на хороших должностях, либо имеющие высокие разряды. Чем это аукнется для предприятий, понимают, скажем, только специалисты, начальства, работающие на самих этих предприятиях. Но они так, молча возмущаются, говорят, что скоро некому будет работать, будут аварии и так далее, но куда-то какие-то протесты они высказывать боятся, ну, из-за своих корызм и шкурных интересов, скажем так. Еще что касается, конечно же, вопроса зарплаты, на некоторых предприятиях ее, скажем, подняли для того, чтобы как-то усмирить или купить рабочих, или показать видимость благоприятной обстановки. Но на предприятиях на многих идут сокращения, под называемым словом оптимизация, ну, и сокращают зарплаты. Санкции пытаются обходить, максимально пытаются обходить, местами получается, скажем так. Вот у нас, если вы следите за нашей деятельностью, могли бы видеть, что остановили. Пресекли мы несколько таких путей обхода совсем недавно в Литве через Евросоюз и оборвали эти, скажем, ниточки. Ну, пытаются сейчас обходить через Россию максимально, через Азию, скажем, частично удается, пытаются налаживать новый контакт. Не все хорошо, некоторые предприятия, скажем, работают на склад, но, в общем, мощности не максимальные, поэтому склады не забиты, скажем так. Главные предприятия в основном ищут выходы для больших предприятий. Это Нафтан, Гродно-Азот, Беларусь-Калий, так как там большие объемы, это основные поставщики сильных бюджетов. О мелких предприятиях заботятся, скажем, поменьше, говорят, ищите выходы сами. Хотите рассказать о ситуации на своем предприятии? Пишите в наш чат-бот. Ссылка в описании к выпуску. Напомню, обо всем, что происходит в стране, мы ежедневно рассказываем в выпусках Маланка Ньюс и Маланка Регионы. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить.